Приветствую, друзья, сердечно. Сытый и голодного не разумеет. И сова жаворонка не поймёт. Поэтому и тем, и другим надо высыпаться и вообще-то заниматься ключом для того, чтобы выходить уметь на нулевое состояние вот этой безмятежности, вот этой отстранённости, чтобы смотреть на себя и ситуацию со стороны и делать выводы правильные по своим делам и по чужим делам. Я писал Шахтазарову, теперь напишем Сакужу, режиссёру, выдающемуся Сакурову. Напишем тоже письмо. Я уже текст подготовил. Я там сказал уже, что мы ровесники. Я в 90-м году первую книжку написал по саморегуляции для человека. «Ключ к себе». И это была массовая книжка, выпущенная «Молодой гвардией». И так далее, и так далее. Что первый человек, который выводил из острого стресса детей, взрослых без лани, готовил Марс-500, ну много чего. И поэтому, поэтому хотел бы задружиться в направлении передать всем людям короткие доступные приёмы защиты от стресса, чем я занимался 25 лет на Таганке в Центре защиты от стресса. А учредителями у меня были соучредителями, которых я пригласил туда. Там были и МЧС России, и Минобороны, и Минздрав, и городские службы, там, московое имущество и прочее. Ну ладно. Дело-то в другом. Дело в том, что, когда комменты пишите, пожалуйста, учитывайте, что мы не телепаты, не живём в головах друг у друга, и поэтому пишите понятнее, яснее, чтобы было желание ответить разумно. Потому что самое главное – сохранить разум на планете, чтобы была любовь среди людей, чтобы люди жили дружно. Ну, вы понимаете, о чём я. А картину эту, конечно, я ещё жду на краске. Бесплатно помогаю снимать острый стресс всем, кто мне звонит, пишет. Сначала пишите, потом звоните, потому что я не всегда свободен, а как вижу, так сразу отвечаю, сразу выходим на видеоконтакт, и я помогаю. Даже не задавая лишних вопросов. Краски, конечно, нужны, потому что мы же там в коллективном разуме все вместе, в коллективном разуме все вместе пишем картины эти. Комменты добавляйте, что прибавить, что убавить, там что-то писать. Вот мне уже сказали, глядя мои друзья, сказали, что какой-то такой смешной юноша. Да, может быть, ещё смешнее сделать. Пожалуйста. А я спросил о руку, как… Да, рука, говорит, вошла правильно. Ну, видите, как коллективный разум. Поэтому пишите комменты. Что вы думаете по поводу того, что я напишу письмо Сокурову? А там, когда я сказал, что он написал Шах Назарову, кто-то даже возбудился, что смотрите «Зумбоящик», я отписываюсь от канала. Отписывайтесь, кто хотите. Это же для вас делается. Не вы для меня делаете в данном случае, когда пишите такие комменты. Отписывайтесь. А пишите мне комменты. С вопросами, с предложениями, с критикой, которая должна быть конструктивная. То, чтобы там было чувство такое, когда я смотрю, как в волшебном зеркале, что мы сотрудничаем. Что мы не просто кого-то ругаем, чтобы самовыразиться. Это любой дурак может. А мы не только этот подростковый комплекс имеем самовыражение, а и задумываемся. Как взрослые, то есть разумные люди, имеющие какое-то чувство понимания друг к другу, чувство ответственности за слово. Итак, друзья, пишите. Подписывайтесь на канал Телеграм. И там есть платформа на Телеграме самопомощи. Подписывайтесь. Вы, друзья мои, и будем здоровы, и будем счастливы. Дети наши должны жить лучше и счастливее нас, и быть более здоровыми. Иначе наша жизнь не имеет никакого смысла. До встречи.